она пишет быть друзьями это очень грустный знак вопрос какой-то грустный смайлик нет такой да нет теперь просто это я так по приколу это так по приколу привет всем всем привет всем привет всем здравствуйте я пересмотрел момент со стримлава уже в сумме раз 20 наверное я не могу перестать смотреть мне так нравится реакция людей мне так нравится реакция чата я что-то вообще во я немножко поплыл небольшая такая предыстория короче вы все понимаете что акулич вызывает у меня очень сильно бурю там всяких эмоций все дела вдохновление и так далее была туса когда плохой парень дропал альбом он туда приглашал людей там было много-много-много разных людей и там я познакомился с парнем никдейм у него ретрость короче я с ним познакомился я ему говорю мы сейчас там мы стоим около домитрия масленников на вы прикиньте стоит дмитрий масленников и рассказывает нам историю о том как я чуть не где-то там на каком-то острове он там рассказала как эту историю которая не вошла nikoего пускому что он в этот момент камеры перезаряжал он аккумуляторе переставлял в камеры если рядом какой-то чел уже ну нормально там скажем так отдохнул уже что-то в какой-то момент он нечит говорит и я ему тоже что-то отвечаю ему что-то так разговорились стоим разговариваем потом конце разговора я такой я лёша куришь стример о прикольно я Helen регидаю и я рэпер. И на тусе я ему говорю, типа, дядь, а у меня давным-давно есть идея, мечта, я просто, я дико хочу сделать трек, но я полный ноль в музыке, я не понимаю ни хуй я, я вообще не понимаю. Чтобы вы понимали, я не понимаю, как строится музыка. И мы с ним что-то, я ему разговариваю, он говорит, братан, вот я с тобой разговариваю, я чувствую, ты просто как родной, вот ты свой. А своим, типа, не впадло помогать. Он говорит, давай, приезжай ко мне на студию как-нибудь. Ну, вот так мы с ним познакомились, и спустя, наверное, только через месяц, и у меня дошли руки, он такой, блядь, давай я приеду на студию ночью? Он говорит, давай, погнали, блядь. И в этот день, когда я к нему должен был приехать на студию, мне пишет Дина, и говорит, Лёш, секретная информация, я позвала на StreamLav Акулич, ты можешь прийти? Я такой, ого, я сейчас контента завезем. Я такой, да, конечно, Дин, я с удовольствием залечу. А потом вспоминаю, что у меня в этот день, у меня съемки видео Exile, Exile, типа, я не могу подставить. И я сказал, типа, Дин, к сожалению, я не могу залететь, я понимаю, что, блядь, Акула одна будет на StreamLav, ну, чё за хуйня, на димуэ, все дела. Короче, Дина говорит, запиши какое-нибудь видеообращение, типа, план Б, запиши какое-нибудь видео. И у меня гениальная идея просыпается. Я понял то, что, да, я сейчас запишу видео, и понимаю, что StreamLav через два или три дня, а я сейчас еду на студию. Я еду, я понимаю, что этот трек, он бы и так был про Акулич, но он не был привязан к StreamLav, а тут, я просто понял, что, сука, это пи*** гениально, нахуй. Я, я, я туда прихожу, такой, ну, типа, привет. Хорошо, хоть он расположил к себе, мы, типа, просто начали общаться вот так вот друг с другом, просто мы сидели, наверное, часа два, позже просто разговаривали. В какой-то момент он такой, ну, типа, ну, ладно, давай уже, типа, поделаю, чё там, чё-то как. Привет, Акул, привет, солнышко. Я рассказываю о том, как появился трек. Короче, очень скоро, скорее всего, с моим участием выйдет, будет фит. С кем я не могу говорить, но там будет, ну, нихуя себе, это уровень, бля, я не знаю. Могу вам включить свою следующую работу, которая будет. Не знаю, когда она будет. Может, через месяц. Эта демка, чё-эта демка, там даже не мой голос. Я включу только маленький фрагментик, и потом просто поставлю на паузу, я не буду включать полностью. Всё, больше ничего не буду включать. Это неплохой, парень, это не платинов. Это просто гиперпоп. Это жанр гиперпоп. Слова я его не буду брать, скорее всего. У меня вот этот вот, который был на стрим-лаве, там же тоже почти н*** моего нет. Там вся музыка, это всё не моё. Там половина слов даже не мои. Мы с ним сидели, просто я ему рассказал всю историю. Он знал Акулич, потому что он следит, он смотрит нарезки, может быть, даже сейчас он на трансляции. Там есть строчка. Ну, давайте сейчас всей. Быть друзьями, это очень сложно. Она услышала её это, ну, она задумалась. Там есть строчка «Быть друзьями, это очень сложно». Ты прости, но я не буду взрослым. Она мне написала во время стрим-лава, прямо когда этот видос смотрели, она мне писала. Она мне пишет «Быть друзьями, это очень грустный знак вопрос». Какой-то грустный смолик. Я такой «Да нет, типа, это же просто». Это я так по приколу. Это так по приколу Когда я понял, что трек будет готов За сутки я написал монтажерам Ребят, сделайте, пожалуйста, какой-нибудь мини-клип под этот трек Дамаскин сидел почти сутки Нахуярил И во время рендеринга у него полетел жесткий диск Это было за час до стримлава За час до стримлава Я понимаю, все, я не попадаю на стримлав Я ничего не сделал Ну, у меня ничего не готово, только трек Как его без визуализации? Просто Здравствуйте, Леша, вот трек Вы вчера знаете, как я засыпал? Я в дискорд, там сидит Влад в комнате Я там сплю, мы с Владом вдвоем там спим Влад сидел за компом А я лег на диван, мы что-то с Акулич созвонились Мы до этого в КС играли С телефона зашел, вот так вот на стол поставил И камеру на себя И я засыпал И Акулич рыгал, он, нахуй, в дискорде Я так уснул Лучше, чем поджак фреско, нахуй А тут с Акулич, она что-то там бубнит Она заболела еще, солнышко, блядь Не я нашел, кто-то из подписчиков скинул тикток в инсту И грустный смайлик, наверное, с намеком на то, что у меня так же В тиктоке чел говорит, не говорит, там он что-то грустит под музыку И там текст, и там написано Знаешь, что такое боль или что-то такое И следующий кадр поворачивается И там написано Дружить с человеком, в которого ты влюблен Потому что боишься его потерять Я это прочитал, мне так, пусть стало грустно, пиздец Я чуть не расплакался, блядь Привет, Фанючка Привет Ну вот она зашла, мне сразу же настроение поднимается От ее голоса, блядь Ну шо это, ну как это объяснить Если ты хочешь, чтобы я приехал К тебе на день рождения Мы ночуем в одной комнате В доме Ладно О! А так можно было, блядь? Все, договорились Что-то по диванам спать будешь, как обычно Иди нахуй Да не, ребят, чат, вы чего? Он, альфа-цамец, ты уча Мы вместе спим, да Давай я расскажу, как ты у меня спала, рассказать? В чьих трусах ты у меня спала, блядь Трусы грязные, трусы с собой не взяла Надевает мои трусы, в моих трусах спит У меня просто шортов не было, а твои длинные Это было очень странно, когда-нибудь Ты вообще мои футболки носил С размера на World of Tanks, блядь А потом еще и мамины каблуки, блядь, достала Тихо, 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 тихо Этого не было Ебуты, завали Кореш, посоветуй Давно дружусь с девчонкой Все лето гуляли вместе Видел от нее взаимные действия На днях признался Но она сказала, что мы охеренно дружим Она хочет дружить Братанчик, там закрыто То, что в твоей голове выглядит картина вот так Это не значит, что эта же картина выглядит именно так у нее в голове Ну вот у меня такая же ситуация, да, Аня? Смешной Давай, чтобы все нас шиперили Вот это вот Что бы я ни сказал, нас все равно будут шиперить Жестче уровня шиперинга не будет Я могу прямо сейчас тебе в любви нахуй признаться Жестче шиперить не буду Это даже не наш вина Мы это даже не специально делали Аня, разбор трека Разбор трека по тексту моего Какого? Опоздай на самолет, ведь уже поздно Это припев Куплет Я просто больной пацан И она это знает Да Давай дальше Ну ладно, меня интересует Одна срочка, на которую ты отреагировала Быть друзьями Быть друзьями это очень сложно Быть друзьями это очень сложно Я подумала Может ты не хочешь дружить со мной И такой, типа Да, да Это значит, что ты Друг просто С тобой тяжело Дружить Не пизди Но ты сказала, что это просто раздув Ну да Я, кстати, начала текст писать для песенки Реально? Про меня? Да Да Реально? Да Я тебе ничего не прочитаю Там четыре строчки И она, в общем Не в туда, не в туда Ты сейчас пиздец получишь Ну ты сейчас отосешь Ну ты сейчас отлижешь Я согласен А что, обязательно Кундастанать играть Чтобы такие предложения получать Зарежу отосешь мурчу дискортики уйлёса все возбуждаешься с реально нет чего играешь лучше пара это идеальные отношения мы знаем реально были бы пары дура точно точно эту катку и выходишь за меня замуж наоборот а если выиграю а нет еще раз мне надо выиграть чтобы что ты за меня вышла или проиграть выиграть выиграть что ты за меня вышла тут уже бесполезно что что-либо делать мы слишком как-то тепло и другу относишься что кажется что мы в отношениях тебя с этим роговусом я бы не стал заводить отношений они не стал бы все кидаю рейд спасибо всем большое спасибо что даже ночью смотрели два часа ночи смотрит это реально кайф настоящий кайф анчоус попрощайся всем пока мне пиздать сейчас маму пришли туда с ней пизды девушка фью ебала полкой всем пока всем пока а а а а а а а а Продолжение следует...